Друзья, в этом видео я вам расскажу, как приготовить артишок. Мы сделаем с вами такую одну простую испанскую тапа. Тапу. Тапас. Поехали. Начался сезон артишоков, начало января. Это Барселона, рынок Ля Бокерия, фермерская часть. Как выбрать артишок? Он должен быть вот такого темно-зеленого, вернее, бледно-зеленого цвета, не потемневший, такой, знаете, на ощупь, должен быть таким упругим, и немножко влажным. И смотрите по цвету. Если он начинает чернеть, это значит, что уже не свежий. Листья, они немножко так колются. Ну, не волнуйтесь, они сильно вас не проколят. Там иголочки маленькие. Вот эти вот внешние листики, они несъедобные. Съедобная часть, внутреннее основание, вот внутренних листиков и сам плод. Ножка тоже съедобная. Теперь, чтобы почистить артишок, нам нужно будет сок лимона. Это идеальный вариант. Ну, может быть, на литр-полтора, пол лимона такого большого. И у вас не будет темнеть артишок. Артишок очень быстро темнеет. Если у вас нету лимона под рукой, не оказалось, можно использовать или уксус, яблочный винный, белого вина, или обрезки петрушки. Так как там много антиоксидантов, тоже помогает, чтобы не темнело. Теперь вам понадобятся ножи или нож один. Я вот обычно, тернинг, это такой французский термин, вернее английский термин, делается вот тернинг, который как крючок. Но можно делать это прямыми. У меня ножи Serrated, мои любимые для этой работы. Два вида теперь почистить. Вернее, два способа. Снимаете несколько слоев, парочку слоев листов первых, и напополам режете артишок. Срезаете немножко ножкой тоже. В основном ножку мы будем тоже использовать. Мы ее почистим, сейчас увидите. И сразу же погружаете артишок в воду с лимоном, чтобы он не темнел. Я вот оставил верхушку. Посмотрите-ка, она уже начала темнеть. Потом мы его такими движениями срезаем листья и чистим основание, тоже ножку. То есть от внешней части. Тоже это съедобная часть. Чистить артишоки, или как в Англии говорят, тернинг. Артишоки – это такая, знаете, работа не для медленных людей. Это нужно делать быстро, потому что они будут темнеть. Их нужно сразу в воду и готовить. Вот готовка останавливает этот процесс. И, естественно, вода с лимоном тоже останавливает. Вот посмотрите, как потемнела верхняя часть, которую мы срезали. Теперь, если у вас хороший нож, делайте, как вот у меня. Срезайте сразу, не чисти, и сразу погружайте в воду с лимоном. Будете чистить артишоки, если, например, на профессиональной кухне, будете чистить минимум 4 килограмма. Ну, коробка. Коробка, две коробки. То есть, работа должна у вас быть, как конвейер. Это очень важно. Лучше это делать, конечно, вдвоем. Если вы это делаете один, делайте все, как конвейер. То есть, подготовьте. Сначала срежьте верх у всех артишоков, погрузите в воду. Потом, вот, почистите вот так вот. Тенден. И потом будете чистить серединку. В серединке там находится такой мох, волосы. Они несъедобные. То есть, они не переварятся вашим организмом. Вот, посмотрите. Ложечкой или такая есть scooping spoon. У меня дома ее нету. Вот я ложечкой. Это прекрасно тоже можно сделать. Маленькой чайной ложкой. Или кофейной. Вы обязательно нужно убирать вот этот вот мох. Эта внутренняя часть, она очень будет быстро темнеть. Теперь нужно, чтобы не заливать больше воды и не тратить больше лимона, можно вот так вот салфеточкой и хранить. Так вот они будут храняться сутки минимум не темнее. Теперь я сделаю одну. В этом видео я сделаю, покажу вам испанскую тапу. Ну, это артишоки, жареные в масле. Все. Это такая очень вкусная и простая закуска к пиву. Муку я использовал трех типов. Вернее, двух типов. Обычную белую, грубого помола. И крахмал кукурузный. Добавляйте немножко соль и специи по вашему усмотрению. Я использовал разель ханут. Теперь артишоки нужно потоньше или нарезать ножом, или лучше вот на слайсер. Все. Они будут темнеть, но они не успеют, потому что мы их сразу в муке обваляем и обжарим. То есть, вот это будет останавливать процесс оксидации. Вот обратите внимание, я использовал два артишока на вот это. Я оставил два артишока. Для следующего видео я вам покажу другое блюдо, вернее, два блюда даже. Два варианта блюда. Классическую комбинацию в Испании. Теперь жарим в подсолнечном масле. Огонь. Я его накалил до 180 градусов. Ну, жарьте до того, как они станут хрустящие. Подсаливайте. И все. Так, ребят, почему я вам показываю видео с продуктом, который очень трудно достать в России, Украине, Белоруссии. Я вас знакомлю. Если вы окажетесь на кухне ресторана, который будет их заказывать, вы будете знать, как их чистить, посмотрев вот это видео. Все, друзья, у меня на сегодня все. Оставайтесь, кому интересно, я буду пробовать. Всем здоровья! Друзья, всем здоровья и всем привет из Барселоны! Субтитры сделал DimaTorzok